Итак, дорогие дети, свет жизни! Мы рады предоставить вашему вниманию особенную историю и с хорошим уроком! На опушке леса стоял старый высокий дух. В его дубле устроил себе нору хомяк. Ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням, я хомяк-хомяк-хомяк, хомяч-хомович. Ням-ням-ням. Все, что мне попадается с яснова, я тащу в свою нору. Зерна пшеницы, овса, семечки, подсолнухо, чипсы, даже стопку! Форн, грибочки, кусочки, яблоки, морковка, сено. Ох, всего не перечислишь. Зимы у нас, однако, суровые. И об этом я всем говорю. Надо как следует приготовиться. Вот наступила очередная зима. Холодная, снежная, ух, залю вовсе деревья в лесу. А я сижу в своей норе, и все мне нипочем. Жую свои запасы я и толстею, и толстею. Вот однажды пришла к нему белка. Слышь, халяк? Кто там пришел? Дай, пожалуйста, зердышек, а то нас же закончили. Как так закончили? Вы что, не трудились осенью и мало заготовили? Ну, мы просто, понимаешь, на прошлой неделе пригласили гостей. Потому что у нашего отца был день рождения. Вот дети все запасы съели и съели. Слушай, я чуть грибом сухим не подавился. Как это услышал? Как это запасы дети съели? А зачем? Кто ж зимой приглашает гостей? Ну, как это можно делать? Ты шо, не дать не могу. А то, ну, понимаешь, и сам без зерна станусь. Нечего было гостей зимой звать. Ладно, придется к Бурундуку через весь лес бежать. Ну, да, придется. Беги, беги. Подумаешь, через весь лес ходят усяки, клянчут. А ты потом сиди, голодный. Перед некоторое время пришел к хомяку еж. Эй, сосед, дай мне вам-то кусок свеклы. А то борщ парит нечего. Ты шо, борщ любишь, что ли? Ну, понимаешь, борщ, это ж, я тоже люблю борщ. И запасов, ну, не хватит на зиму. Не могу, дружище. Вот так-то. Ну, понимаешь, просто мы все так любим борщ, что наших запасов оказалось мало. А что тебе стоит взять небольшой кусочек? Живешь тут один, а запасов у тебя целый покрыг. Не на одну зиму хватит. Мы тебе осенью все обязательно отдадим. Да, я такой. Запасов у меня много. Ну, дать, ну, не могу. А то самому не хватит. Не могу же голодным остаться. Это к чему? Все к нам не повадятся за продуктами. А что, я для других старался, что ли? Запру-ка я дверь. Покрепче и повешу табличку. Уехал не беспокоить. Вот так-то. Ой, сейчас я приглашу к мне хомяка. И я его накормлю. Ой, а что это за табличка? Уехал не беспокоить. Нет? Ну, так нет. Пойду сам поем. Кого-то другого приглашу. Хотел угостить его с оленями. Бобер пришел, а на двери табличка. Уехал. Не беспокоить. Хм, уехал так уехал, сказал бобер. Хотели позвать его белки на реку на коньках кататься, а на двери табличка. Что ж, не пойдем без хомы, решили белки. Постепенно перестали звери к хомяку приходить. А он и рад себе сидит себе в норе. Да запасы свои живет. Вот прошла зима. Наступила весна. Все звери радуются теплому солнышку. А хомяк все в норе сидит. Запасов у него полно. О, дверь закрыта. А окошек и календаря нет. Интернета тоже. Стали звери к нему стучать. Думают, может, приехал хомяк. Заснул, а табличку снять забыл. Да, хомяк себе сидит и думает. Опять чего? Стучать да стучать. Не могут никак вообще там справиться без меня уже. Нет, Тушки, меня дома нет. Не зря я табличку повесил. А звери и перестали стучать. Прошла весна. Наступило лето. А хомяк все в своей норе сидит. Ох, и долгая зима в этом году думает. Хорошо, что я столько запасов сделал. Наступила осень. Звери на зиму еду заготавливают. А хомяк свои предпасы доедает. Мя-мя-мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Мя-мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Ох, вкуснятина какая. Ой, что-то долго эта зима. Наверное, уже может заканчиться. Вылезу-ка я из норы. И посмотрю, что там. Ху-ху. Вылажу я на улицу. А тут снег и дурьбет. Ничего себе зима в этом году. Это шо, весны не будет, что ли? Что же делать-то? Запасов уже у меня не осталось. А кушать так хочется. О, белка прыгает. А ну-ка я ее спрошу. Эй, хвоста-то я. Слышишь? А шо, весны в этом году не будет, что ли? А мы уже все запаслись. У нас и весна была, и лето, и осень. И пшеница поспела, и шишки дозрели. А ты, наверное, далеко был, где кроме зимы нет ничего. О-о-о-о. Путина. Да нигде я... Ой, как... Да что же делать? Что, я же от жадности весну и лето в норе просидел. Ну, да, да, ну, жалко... Да, я далеко был, далеко. Там нет весны, нет лета, нет осени. Только теперь-то мне есть же нечего. Ну, ты же говорил, что разобираться целую зиму вперед. Вот и будешь есть прошлогодние запасы. Да, ну... Ну, они пропали. Что ты думаешь, что-то... Весной, понимаешь, погреб мой затопило. А я и не знал. Вот беда-то такая. И... Ну... Что ж, приходи к нам на обед. Ой, 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 стыдно-то как... Ох ты, овли... Не, ну, овли... Идти на обед к белкам. Это ж ты позорно всю лесопушку. Ну, ладно, что ж делать. Кушать-то так хочется. Пойду и посмотрю, что там у него. Хомяк! Хомяк! Мы тебя ждали. Ой, здравствуйте. Мир вашему дому. Ого, как вас много тут собралось. И зайцы, и ежи, и бавры. Ого, каждый принес по мешку. Ого, семечки. Ого, сварки. Ого, тушеные грибы. Это... Это кому же? Ты чего? Это тебе. Кушай на здоровье. Как? Мне? Тебе, тебе. А за что? Ой, я... Просто мне стыдно. Что же делать? Спрячьте меня. А ты чего? Это старинка в глаз попала. Ой, ой. Ой, что-то слезы текут. Сейчас, секундочку. Вы, ну, вы так меня выручили. Слушайте, ну, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Век не забуду. Спасибо. Прошла зима. Снова. Лето прошло. Осень пришла. Хомяк пуще прежнего старается побольше еды запасти. Целый день бегает с набитыми щеками. Звери только посмеиваются. Глянь, таскает. А зимой у него и снега не выпросишь. Ну да ладно, что с него с жадины возьмешь? Вот опять наступила зима. Все по норам попрятались. А хомяк вдруг ни с того ни с сего стал звать друзей. Эй, народ числой, выходи! Заходи! Мимо будете проходить? Не проходи! Хочу в гости пригласить. И детишек своих приведите. И на коронавирус не смотрите. Я вас угощу! Что это такое, хомяк? Он жарный был. Причем в гости зайдет. Что ему? Запасывает так много. В пять лет наконец-то. Это ж не после поездки в далекую страну стало. Мы так думаем. Наверное. В той зимней стране... Расскажи, да, расскажи о той стране. Ну, понимаете, если так просить, тем... Что же это придумать? Я ж нигде не был. Ой, стыдно-то как. Ну, ладно. В той зимней стране ни у кого нет друзей. Каждый живет в своей норе. За свою шкуру дорожит. Ну, может быть. О-о-о. Разве такое на свете бывает? Да, бывает. На своей шкуре уж я-то знаю. Только я туда скажу вам так. Больше ни ногой не хочу. Пусть даже и не просят. С тех пор живут звери в том лесу еще дружнее прежнего. Просят они хомяка долгими зимними вечерами про загадочную страну их детишкам рассказывать. Слушать детишки даже рты раскрыли. Мы тоже слушаем. Иногда даже кажется, что и мы в той стране бывали. Очень уж правдоподобно хомяк про нее рассказывает. Может, бывали, а может и нет. Главное, чтобы домой возвращаться не забывали. На этом и сказке конец. А теперь, дорогие детишки, друзья, ребятишки, мы с вами прочитаем места из Библии, о которых учит нас эта история. В Библии написано 2 Коринфянам 9 глава 6 стиха. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Каждый удаляй по расположению сердца своего, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. В другом месте писания написано блажение давать, чем принимать. Деяние 20 глава 35 стихом. А в притчах, представляете, что написано? Мудрый Соломон написал в 22 главе 1 стихом. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше перебра из горы золота. А теперь хочу я вам задать вопросы. А вы все, кто слушал хорошо, спросите, ответьте вашим родителям. И они подумают, какой приз вам дать за это, окей? Слушаем внимательно вопросы. Как ты думаешь, может быть, хомяк был просто запасливым, а не жадным? И почему? А теперь второй вопрос. Почему звери со мной поделили своими запасами? Хотя они... Ну, я же с ними-то вообще-то и не делился. Как вы думаете, почему они со мной поделились, а я с ними не делился? И третий вопрос. Готовы? Почему я стал приглашать зверей к себе на угощение? Кто из вас правильный ответит? Пусть родители дадут вам приз. Ну и последнее задание даю вам. Придумай и расскажи историю про зимнюю страну, в которой будто бы побывал хомяк. И нарисуй хомяка, как он зверей угощал. Все, кто это задание сделает, родители обязательно вам приготовят хороший приз. Ну все, понравилась вам история, дети? Ага. Отлично! Хотите, я еще другую историю приготовлю для вас? Давай. Будете слушать? Ну все, на следующий раз включайте ваши экраны и будете слушать историю. И отвечать на хорошие вопросы. И смотреть, как Библия нас учит, чтобы мы были хорошими и любили Бога. Всем пока! До новых встреч!